Слава Иисусу Христу! Не очень веселая, я бы даже сказал вообще не веселая, это то, что происходит сейчас в Сирии, вот эти вот химические атаки, потом последующие ракетные обстрелы, умных ракет, как это называет Дональд Трамп, ну и это все смахивает на такие намеки на третью мировую войну, по крайней мере об этом говорят эксперты. А вот что говорят священники, отец? Вы знаете, я настроен в этом смысле, я бы сказал, более оптимистически, но совершенно иррационален мой оптимизм, я должен это подчеркнуть. И он основывается на уверенности в том, что будет второе пришествие, страшный суд, апокалипсис, армагеддон, то есть все те страшные вещи, о которых говорится в благовестии. Это оптимистическая позиция, потому что страшный суд, апокалипсис, это вовсе не ужас-ужас-ужас, а это встреча человечества со своим создателем. И поскорей бы. Что до третьей мировой войны, то она, если она начнется, это будет нечто аналогичное всемирному потопу. Только если всемирный потоп был всемирным, но в представлении людей, которые жили за четыре тысячи лет до Рождества Христова, и, видимо, он был таким довольно локальным, но для людей это и был весь мир, вот эта вот долина Тигра и Ефрата. И их можно понять точно так же, как Акуменика, Акумена, Вселенная, для грека, для римнина, это то, что сегодня иногда называются высокоамериканцы Средиземные болота, Средиземноморская лужа. Вот. Если начнется Третья мировая война, вот сегодня, при всех данных, то с вероятностью в 90% в ход пойдет ядерное оружие. А если в ход пойдет ядерное оружие, мы будем вспоминать химические газы, хлор и всякие новички, но мы их уже не будем вспоминать, нас просто не будет. Вот. Я помню хорошо в Перестройку, и, пожалуй, это было самое яркое и значимое событие Перестройки, году в 89-м по центральному телевидению показали впервые фильм против ядерной войны. Он назывался американский фильм, голливудский, «На следующий день». И, строго говоря, там не было ничего, просто вот «На следующий день» после ядерной атаки в США. Дело в том, что, когда американцы снимают фильмы, как «Водный мир» там с Кёснером, то есть такая вот утопия, все разрушено, и тут вот герои, и они не понимают, что если вот все будет так разрушено, никакого керосина не останется, ездить будет не на чем, все будут болеть и умирать очень быстро, и не будет героев просто. И вот в этом фильме было это очень хорошо показано. Будут оборваны, изможденные, умирающие, долго умирающие люди, и все, и больше ничего. Вот этого я искренне верую и доверяю Богу, вот этого не будет. Но это как-то довольно мало, чтобы успокоиться. Отец, а если вот так вот взглянуть с христианской точки зрения, вот есть ли люди, которые занимают очень высокие должности, которые вот всем своим естеством, в принципе, и не прочь, так сказать, приблизить незавидную перспективу жить после ядерной войны? Вот вам как кажется, кто эти инициаторы, и можно ли говорить, что кто-то больше эту войну хочет, а кто-то меньше? Все, мол, на одно лицо, или все-таки не все? Вы знаете, ну, я прямо скажу, я не думаю, что вот хоть южнокорейский диктатор, хоть российский диктатор, так уж мечтают об атомной войне. То есть севернокорейский, севернокорейский Ким, он уже, кажется, подал назад и готов, насколько я понимаю, даже разоружаться в ядерном отношении. Что до тезки Маяковского? Вы понимаете, существуют психологические ловушки. Собственно, это то, что в Библии называется искушение. Существует гордыня, как уверенность человека, что он, как это говорится, контролирует ситуацию. Что он властвует над миром, говоря по-старому. Я абсолютно убежден, что Путин или Трамп, конечно, ни секунды не собираются пускать в ход ядерное оружие. Ни секунды. Я думаю, что Путин даже меньше Трампа к этому расположен. Потому что Трамп человек совсем далекий от военных дел. И я подозреваю, что он про радиацию вообще еще не слышал. А Владимир Владимирович тоже, в общем, конечно, ну что, заведующий чекистским клубом в Дрездене. Это и не шпион, это и не военный, и даже, строго говоря, не ГПУшник, ну вот, заведующий клубом. Вот. Но я думаю, что он все-таки за эти годы слегка поднабрался информации про ядерное оружие. И он понимает, что пускать его в ход недопустимо. Он рассчитывает, что он вовремя остановится. Вы знаете, это вот, ну я позволю себе сравнить, это называется ведь похоть власти. Вот похоть телесная. Это что такое искушение? Вот я смотрю на женщину с вожделением. Ну, я еще даже на нее не с вожделением смотрю. Я смотрю на нее с интересом. И абсолютно убежден, что мой интерес у меня под контролем. Что в нужный момент я смогу отвернуть свою шею и перестать на нее смотреть. Или я изменю ракурс зрения и буду смотреть на нее не с вожделением, а с уважением. Так вот, печальное известие заключается в том, что ничегошеньки мы не контролируем. И мы плавно сползаем в водоворот соблазна. И нам кажется, что вот этот шажок не так уж важно, мы сумеем отступить назад, и этот следующий не так уж важно. Ну, внесли в доктрину ядерный удар, внесли в доктрину превентивный ядерный удар. Но мы всегда ведь можем остановиться. И нет. И наступает момент, когда человек уже у венеролога, и тот говорит ему, батенька, будем лечиться, шанкар. И человек думает, как так? Я же вроде бы контролировал ситуацию, а в результате и не проконтролировал. Но только от шанкара сифилиса есть лекарство, а вот от радиации-то нету. Вот большая разница. Спасибо за доходчивый пример. Отец, значит, что до войны вообще? Существуют ли в христианском разумении такие, ну, скажем так, понятия, как праведная война, война, которая должна быть почему-то? И вот у нас святой Фома Аквинский говорил, что война возможна, и она может как бы быть и может каким-то образом освещаться, если все, абсолютно все варианты, которые должны были быть, чтобы эту войну каким-то образом остановить, были сделаны. Вот что-то вроде того. Ну, Фома не первый. Первый, конечно, строго говоря, это вообще не христианская концепция справедливой войны. Фома развивал идеи Августина. Августин развивал концепции Аристотеля. Ну, Аристотель развивал концепцию пятикантропов и неандертальцев, которые у Генрика Сенкевича в одном из романов, не в Камагридеши, а у него был такой роман про Южную Африку, ну, почти как Хагард приключенческий. И у него там был герой, в честь которого, который говорил, его спрашивает миссионер-католик, а что такое хорошо, что такое плохо? Он говорит, хорошо, это когда я украду корову у соседа, а плохо, когда у меня украдут корову. Вот. Это стало называться гатинтотская мораль, потому что герой был как бы гатинтот. Надо сказать, что гатинтоты – древнейшее племя человеческое. То есть ДНК-анализ, к изумлению антропологов, показал, что это небольшой африканский народ, видимо, ближе всех к нашим общим предкам. За 150 тысяч лет до, ну, тут даже не считают. Вот. Так вот, идея справедливой войны, видимо, возникла синхронно с вложением в человека образы и подобия Божия. Если мы образы и подобия Божия, ну, мы уже какое-то представление имеем о любви. И вот здесь начинаются проблемы. Потому что любовь человеческая, в отличие от Божией, как мы её знаем, она избирательная. Это любовь к одним за счёт любви к другим, за счёт ненависти к другим или холодности. И концепция справедливой войны, её аксиомой является, что мир делится на тех, кого я люблю, и на тех, кого я не люблю. Война тогда – это средство защиты тех, кого я люблю, от тех, кого я не люблю. Это взгляд пятикантропа, это взгляд животного, взгляд христианина, это взгляд Божий. Отец, а если, прошу прощения, так не сгущать краски, а сказать просто, что справедливая война – это как бы война, когда я, Бог, защищаю тех, которые слабее, которые войны не хотели, а тех, которые сильнее и войны даже очень и очень хотели. Без вот этого вот деления «люблю», «не люблю», Бог всех любит, даже сатану, это как бы мы все знаем. А вот что касается данной конкретной ситуации, вот так вот. Да, нет, я вообще с вами согласен, потому что, конечно, справедливая война – это та, которая ведется в защиту слабых. Но слабых сегодня из 8 миллиардов жителей планеты, ну, понятно, кто слабые – это вот примерно 140 миллионов жителей Российской Федерации, на которых ополчилось все человечество. «Лишила меня пармезана». Боже мой. Да, значит, я вам должен сказать, что концепция справедливой войны в католическом богословии на сегодняшний день, она так лежит на складе, иногда к ней прибегают, она насчитывает 12 критериев справедливой войны. Тот, который вы обозначили – это номер пятый. Война как последнее средство, когда исчерпены все другие, но только пятый. Но сегодня политологи, люди, которые, собственно, занимаются идеей между, ну, как бы сказать, политикой, теорией политики, они отвергают сам принцип справедливой войны. Но надо сказать, что и католическая концепция справедливой войны каждому из 12 пунктов говорит об одном – справедливой войны быть не может. То, что вы сформулировали, защита слабого, надо сказать, что, как бы сказать, вот среди признаков справедливой войны этот признак вообще отсутствует, как ни странно. И по одной, скажем, научно-эпистемиологической причине. А как мы можем измерить слабость? Что такое слабость? Понятно, что у меня есть, скажем, там, внучки. Они слабые. Но у нападающего тоже есть внучки. И они тоже, в общем, наверное, не очень-то сильные. Я буду защищать своих от него, а его внучек от меня кто будет защищать? Так я нападать не буду? Ну что ж, защищать от меня-то зачем? Нападать, как это защищать, не нападая. Такого не бывает. Вот, между прочим, военная наука довольно единодушно говорит странную вещь, что защищающиеся всегда в более выгодном положении. То есть атаковать труднее, чем защищаться. Это довольно странная вещь. Но она много объясняет в человеческой истории. Почему люди в древности всегда селились на горе? Будь то горы Киевские, будь то горы, ну, Московская гора, на которой стоит Кремль, конечно, сильно пониже, но тоже гора. Потому что, когда нападающий лезет в гору, я сверху этой горы, мне его и психологически, и физически легче нашеломить. В общем, легче ударить. По этой же причине конец одерживала в течение многих веков легкие сравнительно победы над пехотинцами. Человек на коне – это, ну, у него огромные преимущества, он сверху. Отец, смотрите, вот тут интересный очень момент. Давайте вспомним, а мы и не забывали, просто вот вспомним цитату Иисуса Христа, который, отвечая Петру, когда должны были его схватить, сказал, зачем ты меня защищаешь? Ведь разве думаешь, если бы моё царство было отсюда, неужели бы мой отец не выслал там легион ангелов, которые бы, значит, отбросили вот этих вот легионеров еврейских куда подальше? Тем самым он показал, что просто потому, что нужно до конца исполнить волю Бога Отца, он себя не защищает. Да, вот надо как бы как агнец покорный идти под этот крест, брать его как бы себе на спину. Ну, здесь вот если брать вот эту вот логику, насколько это возможно, если есть земное одно царство и другое царство, и есть агрессор, и есть жертва, то жертва имеет право защищаться. То есть тут понятно и такое впечатление, что Иисус Христос как бы сам на это даёт и благословение, то есть показывая на этом примере, что действительно своё данное Богом нужно защищать. Вот как бы, ну, здесь, кажется, иных мнений быть не может. То есть война имеется в виду как защита, не как самоявление, а как защита. То есть имеет ли человек право на то, чтобы себя защищать? Вот в этом плане война, не война, не знаю, но вот на защиту каждый человек имеет право, а если идёт народ на народ, ну, получается, тогда война, да? Да, но я как бы в этой войне не являюсь атакующим, я являюсь просто оберегающим ту жемчужину, а земля — это чёрная жемчужина, которую мне даровал Господь. Ну, где-то приблизительно вот так. Почему чёрная? Откуда у вас эти африканские мотивы? Ну, пусть коричневая, но коричневая. Она голубая, бежевая, она вообще у украинских цветов, она жёвто-блокитная. Согласен, да. Потому что море-блокитное, а суша, оно жёлтенькое. Абсолютно, да. Вот, так что чёрная жемчужина, что за странности. Значит, смотрите, во-первых, другое мнение всегда может быть. С фразы других мнений быть не может, начинается любая война. И мы подходим к первому пункту учения о справедливой войне. Первый пункт. Справедливой может быть та война, которую ведёт законная власть. Вы понимаете, вот в конфликте вокруг Сирии власть Асада является она законной. Под большим сомнением, потому что в Сирии семейство Асадов правит уже, кажется, полвека. Гражданские свободы там ликвидированы. Поэтому любые выборы, которые там проходят, с точки зрения современной, это ложь и это власть нелегитимная. Хотя с точки зрения, скажем, античности, всё нормально. Кто силён, у того и легитимность. Власть Владимира Владимировича Путина, она легитимная? Ну, по-довольному распространённому мнению нет. Поэтому его, если можно так выразить, президенты в этом году поздравляли довольно немногие персонажи. А почему его власть нелегитимная? Ведь проголосовало то, ого, сколько людей, даже страшно эту цифру в процентах произносить. Ну, ладно, бог с вами. Это совершенно было позорное поражение. Там проголосовало что-то порядка 60%. Нормальное голосование, когда голосует, ну, хотя бы 115. То есть меньше 100, это уже не... 115, это у нас когда-то голосовали, да. У вас тоже такое было? Ну, да, 2004 год, когда за Януковича, да, там и 120, и 130 было. Ну, 130 у нас только по Чечне выдавали. Да, так что... Ясно. Вот. Значит, нет, потому что выборы... Это, кстати, довольно принципиальный момент, потому что всегда встает вопрос. Выборы, ну, скажем, второй половины 90-х годов, они во всех бывших республиках СССР были малолегитимными. Для свободных выборов нужно как минимум два условия очень важных. Это наличие в стране независимой судебной системы, которая контролировала бы жалобы на выборы. В России этого близко нету. А вот второе – наличие свободы слова и собраний. В России этого тоже нет. Ну, скажем так, являлись ли свободными выборы и в Украине, и в Белоруссии, и в России, ну, скажем там, в 91-м году? Пожалуй, нет, потому что со свободой слова тогда было все-таки еще очень плохо. Независимых судов не было, а в Белоруссии и в России по сей день нет. Так что тоже все это очень условно. Ну, и в Украине ведь говорят о таком явлении, как кучмизм, то есть о складывании системы, где судебная власть под пятой исполнительной власти, хотя со свободой слова, все-таки получше, чем в России или в Белоруссии. Но, тем не менее, украинская власть международным сообществам признается легитимной, невзирая на все эти голосования за гречку и прочее. Вот выборы весной 2014 года проходили, ну, легитимные выборы. Вот. Значит, в Сирии нелегитимная власть с многократным нарушением законов самой Сирии, то же самое в России. А так теперь посмотрим на США. Легитимен ли Трамп? Ведь все два года его президентства, и особенно сейчас ведется рассмотрение того, не повлиял ли, опять же, Владимир Владимирович Путин на его избрание. И мы сейчас с некоторым изумлением видим, что президент Америки одним твитом говорит, что мы будем беспощадно, значит, противостоять Сирии и России, и Ирану, а вторым твитом говорит, но мы выведем войска из Сирии и будем искать возможности сотрудничать конструктивно с Россией. Вот. Но это как двуглавариум. Одна голова – одно говорит, а вторая голова – другое говорит. Вот. Значит, является законным Трамп? Пока – да. Является ли законной власть Макрона во Франции? Я знаю многих людей, социалистов, которые считают, что это власть буржуазная, навязанная народу. Обманом, и в этом смысле антинародная власть. Так что здесь все очень… В самой Сирии сторонники Асада говорят, что это колониальный спрут, который протягивает к нам свои хищные щупальца. Противники Асада, правда, говорят другое, кто выжил после газовых атак. Вот. Значит, вопрос легитимности власти. В Иране власть законная или нет? И тут мы опять попадаем в ловушку. Власть Шаха, династия, установившаяся в 23-м году. Это была марионеточная власть. Марионетка Запада был этот Шах. Власть Хмении и его преемников, она законная? Ну, тоже в голове надо почесать, потому что… Но это как власть Ленина, власть, установившаяся в результате вооружённого переворота и последующего террора. Там сейчас насчёт независимости судов и свободы слова речи быть не может. Так что мы оказываемся в ситуации, когда на Земле есть одна единственная легитимная власть, и это власть Божия. Когда нападают на Спасителя, нападают на законного правителя человечества, нападают на Бога, и Спасителя берут в плен, как военнопленного бунтовщики. Спаситель, тоже надо понимать, Рождество Христово – это наступление законной власти на своих взбунтовавшихся подданных. Это ровно то, что описывает Господь в притчах о царе и винограднике, о царе и бунтовщиках. У него там 3-4 притчи такого рода. Единственный легитимный правитель. Почему в Израиле 10% самых набожных людей, харидим, принципиально не служат в армии? Они говорят, что власть только Богу принадлежит, и поэтому никакое сионистское движение, никакое правительство на Таньяху, никакая там армия израильская, это всё самозванцы, это всё богохульство, это кощунство. Воевать надо, как Давид с Голиафом, по вдохновению, а не повинуясь приказам каких-то генералов неверующих, которые даже в субботу иногда воюют. Вот видите, вот один пункт определения справедливой войны и опенген. Да, печально. Почему печально? Вы знаете, я вот на днях пересматривал фильм Мэла Гибсона «Апокалипсис», называется, 2006 года, про майские племена, про одно из таких маленьких племён, где там оно жило, и тут, значит, на это племя нападает более агрессивное племя, уже с такой майской цивилизацией, значит, там убивает очень много мужчин, женщин и даже детей, и ведёт их на жертвоприношение. В результате только один из этого оккупированного племени вырывается и, значит, спасаясь бегством, всё-таки возвращается на свою родную землю, а преследовавшие его умирают по ходу, потому что хуже знали, скажем так, лес, где он охотился, и поэтому, значит, справедливость восторжествовала. Но по этой же логике этот бедолага, он как бы не должен был убегать, но схватили, значит, схватили. Где же тогда вот всё-таки обозначение, да, то, что жертва имеет право на то, чтобы давать отпор, как-то, мне кажется, оно в этом плане не обсуждается только в моменте спасительном, когда жертвой был Иисус Христос, потому что он как раз-таки за нас отдал себя, да, но не использовав это право, потому что это право мы сами своё отдали, когда сделали грех. Да, имеет право, скажем так, обороняться только искуплённый от греха, но на самом деле Иисус Христос нам это право дал, когда возвратил, когда умер за нас на кресте. Где-то приблизительно что-то вот этого вроде. Мы таким образом восстанавливаем некую справедливость, да, дарованных данных нам земель, прав и свобод. Ну вот что-то вроде того. А если мы смотрим, да, на легитимность власти, кстати, очень интересно, что вы вот эту вот формулу вспомнили, нам так красиво проиллюстрировали. Ещё один, может быть, парадокс к тем, которым вы сказали, который действительно очень серьёзно ножом в сердце бьёт. Это значит, что более легитимная власть, там где, может быть, даже демократическими правами и свободами ориентируясь, был выбран какой-то правитель типа Гитлера. Он может напасть на какую-то менее сильную страну, такую относительно более феодального строя, да, такого диктаторского, но относительно более спокойного, где власть передавалась от царя к сыну и так далее. И власть может считаться менее легитимной, например. И получается, что ж таки, Гитлер прав, ну, потому что его власть более легитимная, например, чем власть таких узурпаторов и феодалов. То есть здесь тоже как-то странно, потому что, получается, агрессор здесь прав, потому что ориентир на легитимную власть всенародно выбранного там канцлера или фюрера имеет на это право. Вот такие страшные парадоксы. Это не страшные парадоксы. Во-первых, это просто плохое знание истории. Потому что я еще раз решительно напоминаю. Это действительно плохо знают люди с советским, скажем так, учебником истории позади. Выборы, которые привели Гитлера к власти, они были относительно свободными. Это верно. Но рейхсканцлером он стал не в результате выборов. Рейхсканцлером его назначил единоличный президент Гинденбург. И первое, что сделал Гитлер, став рейхсканцлером, он срубил тот сук, на котором висела его легитимность. Он запретил коммунистов. Потом он запретил католическую партию Центра. Потом он запретил... Ну, в общем, мы все знаем в стихотворении Немерлера. Когда пришли за ветеранином, уже не к кому было апеллировать. Вот. В этом смысле власть Гитлера была не очень-то легитимной. Кроме того, то, что вы описываете, вы описываете аншлюз Австрии, когда Гитлер напал на Австро-Венгрию. Более того, когда Гитлер напал на Голландию, там ведь жил последний германский император. И Гитлер к нему приезжал, но он его не тронул. Легитимная власть – это какая? Власть Габсбургов, власть королей. Ну, ее все считали легитимной в 14-м году. Гитлер присягал, между прочим, Вильгельму. А потом, де-факто, он нарушил присягу. И Вильгельма скинули не нацисты. Вильгельма скинули, прежде всего, коммунисты. Рабочие, которых потом закатывал в асфальт Гитлер. Значит, Гитлер приступил свою присягу. А ведь он римокатолик. Он совершил смертный грех. А с другой стороны, Господь говорит, не клянитесь. Значит, вопрос. Тогда мы со свидетелями Его говорим, что грех – это приносить присягу, а не нарушать ее. Все здесь ужасно запутано. В этой ситуации лучшим остается ваша первая позиция – защита слабого. И мы тут сталкиваемся с печальным фактом. Защита слабого, самооборона прямо запрещена и уголовным кодексом, и нашей традицией. Потому что уголовный кодекс, ну, я думаю, что всех европейских стран, да и Америки, например, ну, где-то разрешено покупать огнестрельное оружие, где-то запрещено. Ну, в конце концов, как говорят производители оружия, которые против запрета, и кирпичом можно убить. Да, я могу убить кирпичом. Вот. И что? Насколько мы знаем случаев, когда люди реально убивали тех, кто нападал на них, на их родной дом, на их семью, на их любимую женщину. Вот гуляют по дороге и нападают хулиганы. И каждый раз это суд. Никто не говорит, что это законная самооборона, пока не выяснят всех обстоятельств. И очень часто не признают законности самообороны. В этом смысле война, самая расправедливая, глубоко противоречит моему праву на самооборону и моей заботе о моих слабых и близких людях. Потому что меня призовут на фронт, и я оставлю свою жену, я оставлю своих внучек и внука, и я пойду защищать по приказу какого-нибудь... Мне не хочется говорить дурно о военных, но хорошего я тоже ничего сказать не могу. И меня будут бросать в какие-то котлы, вот, курские, смоленские, лавайские. Вот, я буду защищать штабистов, у которых нету никаких детей. А в это время у меня в тылу, моим, может быть, от голода умрут, как было в Ленинграде во время блокады. Вот, под предлогом защиты слабых, как раз нас лишают права на самооборону. И в этом смысле единственная, но не единственная, но самая последовательная позиция – это батьки Махно, анархистов, вообще тех украинцев, которые в 18-м году, в 19-м каждое село и каждый дом сами себя защищали. И именно поэтому, именно из-за отсутствия тогда солидарности, польское государство сформировалось, а украинское было большевиками разорено. Потому что вот этот вот принцип «я сам себя защитю», он не срабатывает. А как объединиться, если для объединения нужно как раз пожертвовать слабыми? Это всегда так. Не выйдет иначе. Мы оказываемся в ловушке. И ловушка – это базовое, потому что первоначально война людей против Бога. Первоначально мы напали на Бога. Адам и Ева напали. И мы захотели отделение, самоопределение вплоть до отделения, и получили его. И с тех пор мы воюем между собою. Адам с Евой. Ева его сковородкой. Он ее сапогом. Каин Авеля. Каина тоже там нашлось кому треснуть. Вот. Поэтому что мы защищаем? Мы защищаем не семью, не любимого человека. Мы защищаем страну. Откуда это такое слово взялось? Что оно означает? Римская империя, Италия. Как далеко мы зайдем в защите? Там 40 миллионов, 80 миллионов. Вот. И мы сразу оказываемся в единице абсолютно неотвечаемых вопросов. То, что кажется очень просто и ясно. Когда выступает Гитлер и говорит, что Австрия – это же Германия. И австрийцы с криком «да-да». Вот. Оказывается, очень непонятно, когда к тебе приходят и ведут в военкоматы, суют винтовку и посылают. И первое, что ты обязан – исполнять приказы. А вовсе не по своему уму себя защищать. Зеленым на карте войны справедливый и любой другой – не место. Зеленый, кстати, это лучшее, что дала Украина за свою историю. Дорогие слушатели, Радео Мария, мы продолжаем программу Неофит. Сегодня говорим про войну и про ее визначение. Будь ласка, телефонуйте до нас. У нас остается в эфире еще достаточно времени для детального обговорения этого феномена. 044-577-56-45, або 46-098-650-18-60 и 093-272-07-45. Давайте послухаемо слухача. Слава Иисусу Христу, говорите, пожалуйста. Слава Иисусу Христу, говорите, что я читала книжку Сабелію, что написано, что третья ксизова война будет последствием великих двух государств. На жаль, погано вас чути, зателефонуйте нам еще раз. Да, лучше закрывать свой приемник, когда вы звоните. Я знаю про эти пророчества, но должен вас обрадовать. Нету никаких двух великих держав. Есть великая страна Америка, и есть очень небольшая экономическая по человеческому ресурсу страна Россия. А Китай? Китай есть. А Китай, как ни странно, довольно миролюбивая держава. Китай не говорит о китайском мире от Аргентины до Камчатки. Вы понимаете, вот эта вот хинофобия, традиционная для XIX века, ужас перед желтой опасностью, она ведь очень характерна. В Украине, я думаю, ее нету, а в России сплошь и рядом. Все, китайцы у нас уже отобрали Сибирь. Да хоть бы отобрали. Зачем нам, ненаселенная страна, из которой мы качаем нефть и ее похабим? А китаец или кореец там редиску сажает, превращает ее в какой-то сад. Пересекают российско-китайскую границу. Там чисто, у нас грязно. Мы грязь защищаем, что ли? Но дело даже в другом. Дело в том, что лягушка раздувается и пытается стать размером с бегемота для того, чтобы скрыть свою внутреннюю пустоту. И чем больше мы раздуваемся, тем больше это внутренняя пустота. Так что здесь не надо бояться войны великих держав. Война – это такой кумулятивный, совокупный эффект. Сто маленьких держав могут причинить больше зла, чем одна большая. И вы понимаете, в Украине из-за того, что на нее напала Россия и ведет войну, не прекратились уголовные преступления. И в Украине все равно совершается убийство, когда украинка убьет украинца или украинец изнасилует украинку. Вот и Россия здесь ни при чем. Можно восстановить границу, можно восстановить суверенитет. И внутри этого суверенитета будут убийства и, опять скажем, война всех против всех. Поэтому третий пункт в этологии справедливой войны, знаете какой? Что конечной целью войны – это то, что теологи называют эти объективные интенции. Должен быть мир, а не уничтожение врага. Должно быть примирение с другим. Но я понимаю, что говорить русскому украинцам – это сейчас, когда нормальный украинец хочет одного, чтобы русские исчезли куда-нибудь подальше, как дым от лица огня. Не русские, а определенные личности. Ладно, это вывод. Человек культурный, только что из святой земли, осветившийся. Но понятно, что человек в состоянии… Я не знаю, как можно жить в Мариуполе, когда в любой момент снаряд может упасть тебе просто в огород и разорвать, и убить жену или ребенка. Конечно, в этой ситуации пробуждаются самые худшие чувства. И вот здесь мы подходим, как христиане, говорим, нет, все-таки надо желать примирения, а не уничтожения. Это совершенно свыше человеческих сил. Абсолютно. Давайте послушаем слушателя, продолжим потом. Слава Иисусу Христу, говорите, пожалуйста. Христос воскресе. Во истинно воскресе. Я хотел запитати в отца, и, соответственно, я знаю, что в отца нам порадует бить и стоимость на бишь духовной вины. Христос воскресе. Но мы знаем, что борьба прослуживает. Поэтому я попросил в отца, чтобы думали, что такие зброи, порады по зброю духовной. Ясно. Отец, разобрали, потому что связь что-то у нас сегодня... Очень хорошо. А наш уважаемый слушатель просит вас дать какие-то определенные советы по поводу того, как вести духовную войну и какие виды, скажем так, оружия в духовной войне существуют. Нет, ну, это чего же? Это все апостол Павел сказал. Весь арсенал исчислен, взвешен. Вот. Я могу только повторить. Но, будучи человеком православным, я сейчас все-таки... Пардон, найду сперваточную. Вот. Потому что у Павла есть несколько сравнений духовной жизни. Вот. И лучший из них, это, конечно, с бегуном, с соревнованием, со спортом. Но спорт – это ведь тоже война. Вот у тех ацтеков, о которых снимал Мэл Гибсон кино, они же говорили... Они же создали волейбол как игру будущих жертв. Команда, которая выигрывала, приносилась в жертву. Не команда проигравших, насколько я помню. Вот. Ну, а второе – это сравнение с боем. Но дело в том, что и Олимпийские игры, они тоже выросли из подготовки к бою. Значит, и Павел, как там у нас он говорит, «Облекитесь во всеоружии Божии, наши брони против крови и плоти. Броня праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. И возьмите щит веры». Ну, обув ноги. Здесь Павел имеет в виду деталь вооружения, которая сейчас практически, естественно, отсутствует. Это то, что защищало голень. То есть это такая длинная узкая пластина, чтобы по ногам не рубанули. Потому что сверху висели металлические пластины до колена, а ниже, чтобы не путаться в диком доспехе, укрепляли отдельную пластину. Значит, прежде всего, будьте готовы говорить о мире. И я вас уверяю, вам столько достанется на орехи за проповедь мира, что мало не покажется. Щит веры, которым вы можете погасить раскаленные стрелы лукавого. Речь идет о самом примитивном, но очень эффективном способе осады, когда стрелу привязывали к ней паклю, поджигали. Это восток. Дома каменные, крыша из камыша, крыша загорается, и весь город горит. Чем обороняться? Ну, делали такой большой щит, который ставили по возможности на стене. Втыкается в щит, и там догорает. Вот это вот вера. То есть мы участвуем в войне, не участвуя в ней. Нашим шлемом является, как говорит Павел, спасение. Нашим мечом является Слово Божие. Вот всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Ну, что делать? Отец, прошу прощения, у нас не так много времени, и хочется еще... Вот у меня список вопросов даже к вам есть по поводу нашей программы. Смотрите, вот вам как историку сейчас такие вопросы. Смотрите, там сейчас интернетом гуляет такая интересная информация, что за последние 120 лет Россия проявляла агрессию по меньшей мере 40 раз. Ну, там перечисляются эти страны. 120 лет? Ну да, за последние 120 лет. Какие 40 раз? Вот мы защищали слабых, речь идет об этом, конечно. Но, естественно, намного больше. Я пишу ведь историю российского милитаризма. Вот, я думаю, что можно говорить примерно о двух сотнях войн, больших и малых, которые вела Россия за последние... Я думаю, надо говорить о ста годах. Потому что Октябрьский переворот в этом смысле радикально изменил ситуацию. Ведь до 17-го года, ну, до октября 17-го года, например, российский милитаризм, он включал в себя и украинский милитаризм, и любой другой. В армии Суворова находилось не меньше трети украинцев. И белорусы воевали, и кто угодно. Только на Средней Азии была освобождена в какой-то степени от военной службы. И Кавказ. Но была дикая терская дивизия. Вот. Значит, во-первых, в октябре 17-го российский милитаризм изменил свою задачу. Он поставил свои задачи завоевания всего мира. Пролетариат, а это псевдоним Российской империи после Ленина, должен покорить всю планету. Это совершенно принципиально новый уровень милитаризма. А второе, российский милитаризм последних ста лет, это милитаризм, в принципе, отрицающий договоренность, право, справедливость и признающий только грубую силу и признающий ложь законным средством войны. Между тем, как во всем мире уже давно действуют определенные военные конвенции, а Россия, если их и соблюдала, когда бы то ни было, то только с эгоистическим расчетом временно и неполно. В этом смысле мы даже с Китаем сравнение медиа. Ну так вот, к чему вопрос такой был. Отец, вот страна, которая так воинственно настроена, которая постоянно участвует в агрессии, которая имеет имперские, перманентные имперские амбиции, о чем это свидетельствует? Это народ такой или это, я не знаю, такая геопатогенная зона, скажем так, территорию в одну седьмую суши? Что это такое? Почему есть такая тяга постоянно к кровопроличию? Что это за духовно-психологический исторический феномен? Феномен это такой. Если у меня в организме фурункул, то это не означает, ну, допустим, там фурункул на стопе, то это не означает, что у меня больная стопа, у меня болен весь организм. И человечество едино. Вот то, чего не учитывает концепция справедливой войны. Концепция справедливой войны рассматривает человечество как совокупность разделенных каких-то народов. Но Бог не творил народы, Бог сотворил Адама и Еву. Поэтому российский милитаризм и до революции, и в наши дни – это фурункул. Но гной в этот фурункул поступает от всего человечества. Это гной социальной несправедливости. Это гной культурного неравенства. Это гной расизма, гной ксенофобии. Вы понимаете, потому что... Ну, откуда взялся Гитлер? Ведь его поощряли. Генри Форд был нацист самый натуральный. Очень многие люди были под обаянием. Муссолини. Они защитят планету от коммунизма. Ну, попытались, защитили. В результате коммунизм еще больше распространился по планете. Вместо того, чтобы бороться с причиной, вызвавшей коммунизм. А коммунизм – это только реакция на какое-то социальное зло. Ну, мы говорим о коммунизме как конкретном политическом учении. От Маркса до Ленина. Значит, вместо того, чтобы повысить зарплату рабочим, повышаем количество военных. И получаем тогда Вторую мировую войну. Сейчас, ну, смотрите, одновременно президент Трамп бомбит Сирию и запрещает людям из Сирии въезд в США и других исламских стран. То есть мы знаем жуткие ситуации, когда христиане из Ирака, Сирии, Ирана пытаются уже, получают билеты в США и их заворачивают. Нельзя, возвращайтесь. То есть будем бомбить, чтобы сделать вам добро, а вы там сидите и ждите под бомбежками. Либо мы вас разбомбим, либо мусульмане вас вырежут за то, что ради вас ведутся бомбежки. Война – это всегда такой тупик. Отец, давайте слушателя послушаем. К сожалению, не дождался. Просу ему сейчас порой телефоновать нашего дорогого слушателя. Отец, как вы относитесь к пацифизму вообще? Потому что у нас, у католиков, к этой идеологии, скажем так, к такому взгляду, в принципе, взгляд антагонистический. Я категорически против пацифизма. Нет, нет, пацифизм – это страшный грех. Я за миротворчество. Ну, поясните нашим слушателям разницу в таком случае. Нет, это вы мне поясните разницу. Я знаю заповедь блаженства. Блаженны миротворцы. Причем это высшая заповедь. Ибо те и сынови Божии нарекутся. Ну, и тщери. То есть я, если я миротворец, я приравниваюсь к Спасителю, к Сыну Божьему. А теперь вы мне скажите, чем пацифист отличается от миротворцев? Ну, мне кажется, пацифист – это тот, который не хочет защищать то, что ему даровано Богом. А миротворец – это третья сторона, которая, видя, как, скажем так, или двое бьются, убивая друг друга, или слабый, скажем так, добивает, или сильный добивает слабого, и он начинает защищать одного от другого, жертвуя, может быть, собой. Да, нет. А пацифист – это тот, который говорит, а мне все равно, я не хочу войны, да, вообще это меня не касается, вот не мое, а вообще все отдаю и убегаю, там найдусь, здесь потеряю, как-то так. Я вас расстрою. Никакой разницы, конечно, между пацифистом и миротворцами, видимо, все-таки не существует. В этом сила пацифизма. Ну, что делать? Ну, бывают же движения, которые нам неприятны, которые все-таки движения сильные, нравственно сильные, этические. Если миротворец в белой каске, как миротворца ООН, берет, садится в белый-белый бронетранспортер и пуляет белыми-белыми пулями из белого-белого пулемета, это не миротворец, а милитарист, не убийца. И отвечать он перед Богом за эти свои белые каски и белые мечи по полной программе. Отец, тогда давайте два примера, да, вот просто так раз в этом случае мы зашли в такой тупик, а первый случай – это война израильтян с амаликитянами, когда израильтяне выходили с египетского рабства и довелось вот с ними встать, причем в этот момент Моисей молился, да, он поднимал руки, и тогда израильское войско побеждало, когда руки опускались, это символ молитвы, амаликитяны начинали побеждать, то есть война была неизбежная, и поэтому она существовала. Это такой первый пример. Второй пример, когда, ну, нельзя быть пацифистом, это схватка Давида с Голиафом. Ведь можно было сказать, ну, как-то давайте договариваться все-таки. Нет, вот взял камешки в руку Давид и начал, значит, этот неравный бой, и даже победил, и даже добил Голиафа, срубив голову с плеча. Это вообще был такой интересный момент, просто такой прообраз сатаны, но это уже другое дело. Вот эти два, как сложить примера, да? Никак, никак. Так, Ветхий Завет решительно в себе никакого пацифизма, конечно, не содержит. Вот, заповедь блаженной миротворцы – это, пожалуй, то немного и новое, что приносит в мир Спаситель, уникальное только для Евангелия. Но исторически мы знаем, что евреи, в общем, сосуществовали и с амаликитянами, и с филистимленами. И Давид, конечно, победил Голиафа. А что потом за этим последовало? Потом за этим последовало долгое грешное правление Давида. Потом победили Саула, тоже голову отрубили. Ну что, там грех у Давида, в принципе, один был такой явный. Ну, так уже ж не будем на Давида. Такое, чтобы не спрятать. А так не грешнее нас с вами, ну, в принципе. Ну, не знаю, по-моему, все-таки ноги. Ну, хорошо. Ну, ладно, это хорошо. Значит, я даже грешнее царя Давида. Боже мой. Понятно. Это была такая древнерусская пословица – «По бороде Авраам, а по делам хам». И все-таки история древнего Израиля – это история противостояния Богу. Это история пренебрежениями Божьими заповедями. Это история, которая никогда не могла бы добиться нормальной жизни. Это история экономии, домостроительства спасения. Не домостроительства Израиля, где все слабые и бедненькие защищены, а это приготовление, пришествие спасителя для всего человечества. И поэтому отдельные военные победы значили довольно мало. Исторически же для пришествия Христова большее значение имеет поражение Израиля. Потому что что празднуется на Пасху? Бегство от египтян. Я вас уверяю, египтяне, когда евреи от них сбежали, наверное, вздохнули с облегчением. И сказали, ой, мы в плюсе. То же самое. Вавилонское рабство, оно породило пророческие книги, где предсказывался приход спасителя. И это совершенно не случайно. Когда мы победители, когда мы защитили, мы думаем, что мы защитили всех, вот тут начинается нечто хуже любой чужеземной оккупации. Начинается внутреннее гниение. И тогда мы, построив на земле царство совершенства и счастья, в этом царстве оказываемся эгоистами. Поэтому цель пацифизма, цель миротворчества, она вовсе не в том, чтобы защитить свою жизнь. Это как раз милитарист это делает. Милитаризм – это и есть пацифизм с мечом в руке. Отец, понимаете, в чём дело, что у меня в голове не укладывается? Я, безусловно, с вами, ну, как бы, согласен, если бы не одно «но». Когда открываешь книгу «Откровений» и смотришь, какие там бойни между легионом шатанистическим и войском Божьим происходить будут в последние дни, но волосы дыбом стоют, да, как это всё несвержение будет, какие громы и молнии будут разверзаться над нашими головами, как это всё страшно будет выглядеть. Только себе представить можно. Это даже не блокбастер какой-то голливудский. Это гораздо хуже, как говорил Остап Бендер. Да, то есть вот в этом плане, то есть там никаких миротворцев нету почему-то, да, то есть там как-то, ну, это всё происходит. Ну, есть, но они как-то подействовать не могут. Уже склеснувшиеся баталии между, скажем так, войском Архангела Михаила и войском Люцифера там будет, да, то есть никто на это повлиять не может. И я за себя ставлю один резонный вопрос. Ну, если там не смогли договориться без войны, ну, что ж уже делать с нами глупыми людьми, ну, здесь же понятно, что, к сожалению, сколько бы миротворцев не было, всё равно война остаётся, ну, как последний аргумент, да, ну, всё равно, к сожалению. Ну, это вы приуныли. Апокалипсис – это образная картина, поэтому понимать его буквально ещё менее разумно, чем понимать буквально рассказ о творении, что это вот шесть дней, и там птички отдельно, змеи отдельно. Это борьба между добром и злом. Но центр апокалипсиса – это надежда. Надежда на то, что люди, верные Христу, не погибнут, и среди всех этих ужасов и кошмаров Слово Божие будет главным оружием. В средние века апокалипсис иллюстрировали очень часто, в высокое средневековье. И тогда часто рисовали Христа, у которого из губ, прямо изо рта торчит огромный меч. Ну, по-моему, последний дюрер так рисовал. Всё это ужасно нелепо. Речь идёт о том, что главное оружие христианина – это Божье слово, слово любви, слово милосердия. И апокалипсис совершенно не исключено. Он вообще не над нашими головами. Он в нашем сердце. Там всё это происходит. И счастье в том, что быть миротворцем означает заранее сдаться Богу, надеяться на Бога, брынотранспортер откатить в сарай и жить по Евангелию. Вот и всё. И быть лояльным – ну, только Христос наш, вот мой сержант – Христос. И мне наплевать, что там, кто ещё командует. Меня беспокоит только Господь Иисус. Вы знаете, вот кроме фильмов Гибсона, которые всё-таки третьей руки – это режиссёр, лучший фильм на эту тему – это фильм Стэнли Кубрика. Знаменитый фильм, кажется, 68-го года, но смотрится на одном дыхании. Цельнометаллическая оболочка. Ну, это одно из обозначений поля. Там вот тема Рождества великолепно совершенно обыграна. И ходит злобный сержант и кричит на солдат. Так вот, мой сержант – Господь Иисус. И он не сильно кричит, но приказы будут слушать только его. Должен сказать, что если кто-то спас Украину и Киев от завоевания России в 2014 году, то недоблестная украинская армия, 80% которой просто попрятались, как тараканы. И кто был в Крыму, все перешли, ну, опять же, 80% на сторону противника. А спасли отдельные украинцы, вопреки приказам, вопреки генералам. Так кто Украина? А если речь идет о спасении человечества, тоже никакая армия ООН или Америки не спасёт. А спасёт только своё личное поведение по заповедям Божьим. От заповеди Моисея до заповеди блаженства, из которых блаженны миротворцы – высшие. Ну, с этим точно не поспоришь. Отец, анонс на следующую программу. Ну, вообще, на самом деле, можно и эту тему пока продолжить, потому что мы же затронули три пункта в признаку справедливой войны из двенадцати, между прочим. Вот. Ну... Ой, о послушании властям, как всегда. Ой, а было, 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 было. Было. Разговор был, послушания не было. Ну, куда ж послушания? Давайте о чём-нибудь высоком. Давайте о христианском искусстве. О дюрере. Вот вы дюрера затронули. О дюрере? О современном искусстве христианском с огромным удовольствием. Вот. Потому что огромное количество искусствоведов считают и верующих, католиков, что христианское искусство, ну, на дюрере оно и закончилось. Да ну, ну, не может. Конечно, что ренессанса-то уже нет. Вот готика, ну, романика, это христианское. Потому что ренессанс это уже извращение. Надо только подумать над формой, чтобы люди нас поняли. Потому что искусство это такая штука... Ох! Ну, я вам скажу, Украина, как и Италия, в отличие, скажем, от России, она вся погрязла в барокко. Если бы мы жили в Франции или в Германии, там про готику можно говорить. Но в ходе реформации, контрреформации, в Украине, в Италии, в некоторых других странах, как в Австрии, ну, христианское искусство практически тождественное искусство барокко. Что, конечно, глубоко неверно. И мы живем в мире, где христианское искусство совсем-совсем другое. Но вот во Львове мощная иконописная школа, она очень далека от того, что мы привыкли видеть в храмах. И ближе как раз к риме католической современной традиции. Там тоже есть свои слабости. Но в целом христиане настроены скептически. Мы упрекаем современное искусство в том, что оно бесформенное. В общем, мы как Хрущев, который бронил художников, что они рисуют непонятно что. Почему мы, христиане, отстали от современного искусства? Мне кажется, это довольно интересный вопрос. На том и позвольте поставить восклицательный знак, а продолжим на следующей неделе в понедельник. О цей поре о 14-й године про высокое мистецтво. За этим Яковом Кротовым, как и завжди говорив Сергей Иваницкий, спасибо, отец, до новых встреч. Спасибо. С Богом.